Глава четвертая. Тесные врата. Стучите, и отворят вам. Он очень обрадовался. Замирающим сердцем постучал он раз, другой, беззвучно повторяя при этом. Смогу ли я войти? Тот, кто сейчас откроет ворота, примет ли меня кающегося грешника? Если да, тогда я не перестану петь хвалу Всевышнему во веки веков. Наконец, на стук его вышел почтенный старец по имени Доброжелатель. Он встретил христиану очень приветливо. Кто ты? Откуда? Куда держишь путь? Я бедный, обремененный грешник, ответил путник. Пришел я из города Гибель. Держу путь на гору Сион, чтобы спастись от будущего гнева. Но так как дорога, ведущая на эту гору, проходит через эти тесные врата, то я очень прошу тебя дать мне возможность пройти через них. Очень рад исполнить твою просьбу. С этими словами привратник отворил дверь. Когда христианин приступал порог, то почувствовал, будто привратник подтолкнул его в спину. Потом Доброжелатель объяснил ему, что недалеко от врат стоит высокий и крепкий замок, который принадлежит Вигельзевулу. Оттуда он и его приближенные пускают огненные стрелы в тех, кто мешкает возле двери, пытаясь поразить их прежде, чем те переступят порог. Кровь отхлынула от лица христианина, а на сердце было радостно, ведь он остался в живых. Доброжелатель поинтересовался, кто его сюда послал. «Я пришел сюда по совету евангелиста, который заверил меня, что от вас я узнаю, как мне действовать далее. Дверь открыта перед тобой, и ни один человек затворить ее не может. Я теперь только начинаю пожинать плоды моего рискованного предприятия», — ответил христианин. «Неужели ты пришел совершенно один?» Тогда христианин чистосердечно рассказал доброжелателю о всех своих приключениях, не скрывая ни своих ошибок, ни заблуждений, обвиняя во всем самого себя и воздавая славу милосердию Божию. Он также передал ему свой разговор с упрямым, сковорчивым и мирским мудрецом и искренне сожалел, что доверился последнему, и что хотел обратиться за помощью к законности. Закончил он свой длинный рассказ словами. «Я бы, несомненно, пропал, если бы евангелист не спас меня от верной гибели. Вот я стою перед тобой такой, какой я есть, весь перепачканный болотной тиной, смертельно усталый, обремененный грехами. Я заслужил скорее вечную смерть, нежели вечную жизнь. Но как великая милость Божья, что, несмотря на все это, мне дозволено было войти через эти врата. «Гора – это была причиной погибели многих», – ответил доброжелатель. «И, вероятно, так будет и в будущем. Твое счастье, что тебя вовремя встретил евангелист. Мы же никому не препятствуем». «Алло? Да, привет. Че, че?» «Я думал, вы в девять выходите. » «Алло? Алло?» «Алло? Субтитры сделал DimaTorzok